Привет! Сегодня 4 июля и у нас раздача бесплатных ассетов из Epic Games. Первый ассет это у нас научно-фантастическая деревня в долине. Выглядит она с одной стороны симпатично, с другой стороны однообразно. Давайте взглянем как это выглядит все в движке. Запускаем нашего персонажа. Давайте сделаем полное окно. Но лучше надо было так конечно. Так, как это все примерно выглядит. Все то, что железо на уровне находится, сделано честно говоря какими-то самыми простыми материалами из Substance Painter. То есть просто накидали все что было. Потертости, материал, практически все стандартно. Камни. Вы сами видите, текстура какая-то своеобразная. Но из-за того, что он выглядит более-менее симпатично, этот ассет я даже рекомендую взять. Вот, кстати, летают здесь звездолеты. Это на электроподушке или на чем они там находились в звездных войнах. В общем, это прям такой референс своеобразный, так скажем, на звездные войны. Давайте посмотрим на шейдеры. Нажимаем F5 и у нас единственное, что вот эти элементы с каким-то материалом не очень хорошим. Ну, хотя близким к идеальному, да? И здесь тоже есть какие-то проблемы, в общем, с железом. Но и не совсем. Так, у нас по сетке, если мы посмотрим, это у нас летает, интересно, нет? Не поднимается. Ну, по сеточке, я бы сказал, даже почти идеально. Кое-где есть слишком большие вкрапления, большие количества, так скажем, в данном случае, это вот эти камешки. Ну, и я бы сказал, конечно, с материалом прям обошлись не очень хорошо. Давайте теперь будем смотреть на второй ассет. Это у нас такой виджет, который нам абсолютная система настройки оружия, стилизированный футуристический набор. В общем, вот такая вот штука. Практически одно и то же типа оружия настраивается своими элементами. С одной стороны ничего сложного, с другой стороны, ну, стилизации подошли, и они более-менее хорошо. Загрузим. Вот оно как раз таки, что нам необходимо. Здесь у нас оружие, которое настраивается. То есть мы выбираем какой-то элемент, допустим, это прицел, а это получается не прицел. Это у нас вот эта штука. Так, можем выбрать. Далее. Это вот как раз таки прицел. Вид самого элемента основного корпуса, так скажем. И далее у нас Doom идет. То есть это вот так вот. Все. Настраивается. И также можно красить в определенные цвета. Ну, представим, что вот это окей. Отключаемся на Customers. Это что у нас? Это тоже вид валафа чему-то. А для... Вот, кстати, управление чуть-чуть неудобно. Инверсию поставили, чтобы покрутить. Инверсия не всем интересно. Давайте посмотрим магазин. Кстати, я освободил ее, и она встает в необходимую позу. То есть мы можем настраивать вид магазина. Ну и здесь у нас ручка. Какой мы каким-то стиль. Далее здесь есть также Randomize. Вот тоже прикольно. Нажимаем сохранить. И здесь также кнопочка для разработчиков. Вы можете прибавить количество денег. Либо удалить все сохранения. Разблокировать все. В общем, вот такая вот вещица. Просто интересно посмотреть механику. А остальном особо нет необходимости. Единственное, что... А, ну вот сейчас меняется. Почему-то она... Если вы не заметили, подзависла. Либо она просто была в разном релизистическом, так скажем, состоянии. Окей. Перейдем к третьему ассету. Это у нас вот это строение. Да, получается, это у нас смотровая башня. Почему-то landscape на ней нет. Это тоже интересно. Либо у меня движок как-то не подгрузил, либо что-то иное. Вот она, сама башня. Давайте пройдем к персонажам. Я не понимаю разработчика, который создает вот это. Ну вот, возможно, landscape-то он есть, но что-то с ним случилось. В общем, подглючивает. Как вы видите, здесь вот... А, здесь еще и постпроцесс стоит. Вот когда камера у нас взлетает, видите, да, есть цветовая корректировочка небольшая. Лучше бы на уровне вся такая цветовая корректировка была бы, конечно. Ну, модельки здесь приемлемы. Смотрим на сеточку полигональную. Тоже хороша. На шейдинг практически идеальный. Так, что у нас? Так, деревья у нас имеют воды. Как вы видите, вон слева дерево подгружается в определенном радиусе. Настраивается, так скажем, текстура максимальное качество. Вот из-за этого оно и краснеет. Те же самые деревья вдалеке зеленые. Так, что у нас тут по этому красному дереву? Дерево вполне достойное. Слишком быстро летаю. Дерево вполне достойное. Но, правда, одно и то же. Камни стилизованные. Не совсем реалистичные. Но тоже в некоторых проектах подойдут. Дальше имеются у нас также горы. С текстурой 512, скорее всего. И горы, у которых разверка не очень. Либо это материал такой не очень. В общем, вот эта гора, можно исключить эту гору. Так, все, в принципе, достойно. Перейдем к четвертому. Здесь у нас low-poly Viking top-down интерьер. В общем, загружаем его. Здесь у нас количество интерьеров 10 штук. Ну, то есть, модели они и те же. Просто настроены по-разному. То есть, расставили по-разному. Здесь оружие такое, low-poly. Типа свет из окна. Хотя, с другой стороны, могли бы взять вот эти квадратики и пустить свет из них. То есть, ну, как бы... Не соответствует... Лучи бога... Вышедшему, так скажем, свету из окна. Дальше картины есть. Будущее игры. Так. Ну, в общем, как вы видите, все остальные интерьеры в том же самом образно стиле. Давайте еще одну какую-нибудь взглянем. Десятую. А, здесь не особо... Что-то нормальное. Проваливаемся. Давайте девятое. Ну, как вы видите, у нас... Очень хорошо настроен постпроцесс. Прям светится все подряд. Ну, для нового поля игры... Очень хорошо. Далее у нас... Это получается... набор инвентаря искателя приключений. Вот насчет набора инвентаря... И здесь можно, конечно, поставить вопрос. Искатели приключений... С другой стороны тоже. Но, ладно. Вот это второе... Второе сочетание еще более подходит. Давайте загрузим ее. Здесь у нас персонаж. Здесь у нас есть... Лут. Который можно собрать. И из него... Состряпать нашу броню. Нажимая... Таб... Мы выходим, получается... Вот в такое меню. Здесь у нас есть... Наши образные накопления. Очень плохо. То, что персонажика мы не можем нормально покрутить. Ну, как бы... Точнее, покрутить-то мы его можем. Но отдалиться не работает. Желательно бы, конечно, еще бы отдаляться. Вот это, конечно, интересная... Интересное расположение данного ножа-топора. Меча. Я не знаю, как это обозвать. Ну, в общем, вот так вот. Ну, типа, здесь разные уровни. Окей. Выбрали оружие. Давайте поставим топу. Ну, такое себе качество, конечно. Вот это еще более-менее. Здесь бронзовое. Здесь золотое. То есть, типа, серебряное. Давайте выйдем. Настроим перчатки. Броня. Далее. Здесь у нас... Образно-трусы. И... На ноги... Защита. Также имеется лук и стрелы. Но их, к сожалению, здесь нет. Здесь у нас показывается амундирование. Насколько мы экипировались. Что-то я не заметил изменения. Так. 26. А, вот армор. 10.079. Ну, да, работает. Все отлично. С другой стороны, не совсем работает. Что-то я не сопоставил. Так. А, ну, все правильно, да. 76 и 39. Там как раз-таки на 40 увеличение идет. Все окей. Нажимаем тап. Мы уже... Получается... С данным амундированием и оружием. Если смотреть... У нас на уровне находится вот такая вот... Образная камера, которой мы как раз-таки и переключаемся. Где у нас настраивается инвентарь. То есть... Это не респица. То есть она уже установлена и настроена. Мне просто интересно, если я ее удалю. Будет ли это все отрабатывать? Давайте посмотрим. Нажимаем тап. Ну да, и у нас персонажика не существует. Хотя мы, типа, можем его одевать. Вот это, конечно, небольшой просчет данного ассета. Но персонаж уже появляется у нас одетый. А здесь у нас подглючивает уже. То есть когда не существует данного элемента, он просто зависает в персонажа. Здесь, я думаю, смотреть уже нечего. Но, естественно, у нас куча ошибок полетела. Из-за того, что не существует данного blueprint'а на уровне. Что вам из этого показалось более-менее адекватно, нормальным? И... Как у вас лето проходит? У нас уже, как говорится, июнь. Я даже считаю, что один месяц лета практически прошел. В общем, наверное, даже и поздравлю с продолжением хорошего отдыха. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok